Сегодня у нас вторая лекция, посвященная документе 14. Кто был на первой лекции, наверное, помнит, что мы посвятили некоторое время построению концептуального фреймворка этого мероприятия и выделили основные как бы смысловые блоки, с которыми работает команда организаторов, каковыми являлась история, общество, канон и другие. Сегодня у нас уже, во-первых, документа состоялась, уже можно подводить какие-то итоги и в медиа это уже происходит очень активно. В частности, немецкая пресса вылила массу негатива. Буквально еще даже не случилось закрытие, а в прессе было столько непонятных отзывов критических по поводу документа. И в первую очередь это объясняется тем, что документа финансово оказалась несостоятельной. 14 документа. Финансовые показатели этого фестиваля оказались ниже ожиданий учредителей и спонсоров и в связи с этим Шимчик и команда получила обвинение вот в растрате и в банкротстве. Конечно, мы не будем копать это все и обсуждать. У нас есть более интересная тема сегодня. Но я заметил, что вот эта ситуация, связанная с прессой, вскрывает определенные противоречия в самой документе, как в институции. И в первую очередь это противоречие состоит в том, что документа оценивается обществом в первую очередь параметрами успешности и неуспешности финансовой, что в высшей степени странно и непонятно. И Шимчик недавно написал открытое письмо, где он заявил, что он против такой оценки документы при помощи понятий как бы неолиберального бизнес-мира. Совершенно непонятно, что будет в 15 документе теперь, которое случится в 22 году. В первую очередь, потому что город Кассель вряд ли допустит уже такого разделения на два города в двух разных странах. Но опять-таки я бы не хотел в этом сильно углубляться, потому что сегодня у нас очень много важного нужно упомянуть и обсудить. Призраки Корнелиуса Гурлета. Я выбрал эту тему для второй лекции, чтобы показать несколько направлений, документы в работе ее с историей, с историческим материалом. И в первую очередь мы с вами побываем в музее чудес. Если помните, в начале 20 века в Европе практиковались такие выставки мировых чудес, когда в каком-то выставочном павильоне собирали артефакты по всему миру каких-то других цивилизаций и выставляли их на всеобщее обозрение. Но сегодня мы побываем в музее чудес, где в витринах находятся артефакты европейские. То есть мы будем с вами смотреть на Европу глазами, точнее на Европу, как на объект, как на экспонат в музее чудес, как на экспонат в музее антропологии или этнографии, в Краеведческом музее мы побываем сегодня. По крайней мере, моя интенция именно такая. Коллекция Гурлета – это ключевой момент для того, чтобы понять, что такое документы 14. Без коллекции Гурлета документы 14 представляют из себя нечто такое герметично непонятное. И многие критики упоминали в текстах, что интенция Шимчика по отношению к коллекции Гурлета проливает свет на его кураторские замыслы по отношению к документе 14. Давайте посмотрим, что случилось. Вначале я покажу вам наш план сегодняшний. Мы поговорим о коллекции Гурлета и ее обнаружении. Я вам перескажу факты, если кто-то не знает, что там случилось. Затем мы обсудим, что хотел сделать Адам Шимчик по отношению к этой коллекции. И потом я поведу вас на виртуальную экскурсию в новую галерею Касселя, где, собственно, и обитают те призраки, о которых мы сегодня говорим как темой нашей лекции. И под конец мы обсудим, какова будет будущая судьба коллекции Гурлета. Я бы хотел вначале вот эту цитату Вальтера Бенниамина вспомнить. «Не существует такого документа цивилизации, который не был бы одновременно и документом варварства». Эта цитата, как по мне, она очень уместна сегодня, потому что коллекция Гурлета как раз-таки и представляет из себя с одной стороны документ цивилизации, а с другой стороны она вскрывает проблемы этой цивилизации и негативные ее аспекты. И да, сегодня мы попытаемся представить себе коллекцию картин и других произведений искусства не как произведения искусства, а как некое оптическое устройство для наблюдения или как точку, по-английски vantage point, точку наблюдения, точку, где сходятся определенные лучи, точку перспективы, с которой можно наблюдать развитие европейской цивилизации. Итак, что мы знаем в плане фактов о коллекции Гурлета? Некий Гурлет, Корнелиус, в 2010 году пересекал швейцарско-германскую границу и был остановлен немецкой таможней по причине подозрений в неверном, как бы, в нарушении таможенного законодательства, потому что у него на руках была крупная сумма денег, 13 тысяч долларов примерно. Выяснилось, что этот человек призрак. Когда они начали вообще выяснять его биографию, его, как бы, историю, выяснилось, что этот человек призрак. Он никогда нигде не работал. У него непонятные источники дохода. Налоговая про него ничего не знает. Социальная служба про него ничего не знает. Он никогда не был женат. У него не было семьи, детей, страховки. Он не получал пенсию. Вот такой вот виртуальный непонятный человек. И в 2012 году, в начале 2012 года, у него в квартире был произведен обыск. Эта квартира находилась в Мюнхене, и было обнаружено у него дома порядка 1300 произведений искусства. Можете себе представить. Общей стоимостью, только приблизительно, потому что, ну, точно указать невозможно, около миллиарда евро. Предположительно, конфискованный нацистами во время Второй мировой войны, во время, ну, во время Третьего рейха, скажем, в период, там, с 38-го года по, там, 43-й, 44-й. Вот его дом, где он жил. Назову вам некоторые звездные имена, потому что коллекция, безусловно, не ограничивается только этими именами. Марк Шагал, Густав Курбе, Макс Эрнст, Пауль Клея, Кирхнер, Оскар Кокошко, Агюст Маке, Отто Дикс, Альбрехт Дюрер, Анри Матис, Клод Мане, Мунг, Эдуард Мане, Тулуз Латрек, Пикассо, Ренуар, Роден. Вот вдумайтесь в это. Человек, человек живет с Матисом под кроватью, с Курбе в шкафу. Всю свою жизнь. Прокурор конфисковал коллекцию в тот же день, в который и обнаружена она была. Но, тем не менее, сам Корнелиус Гурлетт отказался сотрудничать со следствием. И он сказал, что я ничего никому не отдам. И впоследствии он также продолжал отказываться от всякого сотрудничества. Только через год, в ноябре 2013 года, появилась первая публичная информация в немецкой прессе об этом событии. То есть, спустя полтора года. На этой фотографии показана группа людей, среди которых вот этот второй человек слева. Это Хильдебранд Гурлетт, это его отец. И этот человек и собирал эту коллекцию. То есть, это был арт-дилер во время Третьего Рейха. И Гурлетт, давая интервью газете Der Spiegel, сказал, что все эти работы мой отец приобрел законно. И я не обязан никому ничего возвращать. Я не буду этого делать. Дальше и больше. В феврале 2014 года был проведен обыск уже в другой стране, в Австрии, в соседней. И у Гурлета там была дача. Вот на этой даче был произведен обыск. И найдено еще больше, около 300, по-моему, или 400 произведений. Немецкое правительство создало такую специальную искусствоведческую полу... Юридическую полуискусствоведческую огромную комиссию, которая сейчас занимается тем, что они исследуют происхождение этих картин. И то, что называется провинансом. То есть, в задачу этих людей входит выяснить, были ли реально эти произведения искусства незаконно изъяты у их владельцев изначально. И эти поиски, и этот исследовательский процесс продолжается до сих пор. Вот случилось то, что он умер. Человек этот умер, Корнелиус Гурлит, в мае 2014 года. И он составил завещание, в котором он завещал всю свою коллекцию до единой картины небольшому музею, кунстмузеум в городе Берн, в Швейцарии. Соответственно, легально, то есть, юридически оформил свою последнюю волю. И вот это одна из картин, найденных у него, Эдуарда Маны, сидящая женщина. На фоне фотографии, где маршируют нацисты Третьего рейха. Да, и здесь тоже одна из исторических фотографий. Американские солдаты осматривают тоже картину «Зимний сад Эдуарда Маны», которую прятали нацисты в соляных шахтах города Меркерс. Коллекция Гурлита, она сейчас находится как бы в недоступном виде. То есть, ее нельзя пойти посмотреть в какой-то музей, в галерею. Тот факт, что она находится в кунстмузеуме Берн, не делает ее доступной. И сейчас там проводятся какие-то юридические процедуры относительно этой коллекции. И у вас, наверное, возникает вопрос, зачем же мы вообще занимаемся сегодня этим вопросом? И зачем в документе 14 было это интересно? Начало подготовки этого фестиваля началось примерно тогда, по времени совпало с обнаружением этой сокровищницы в квартире Гурлита. А именно в конце 2013 года. И Шимчи, когда подавал заявку на рассмотрение на конкурс кураторов, он сформировал эту заявку свою, как раз базируясь на том, что он прочитал в газетах. И вот именно эта находка, она сформировала его концепцию. Поэтому понять связь документа 14 и коллекции Гурлита крайне важно. И вот что он предложил. Он предложил показать эту коллекцию целиком. То есть он, по сути, хотел получить разрешение на транспортировку этих более тысячи произведений из Берна в Кассель и в новой галерее от верха до низа заполнить это пространство произведениями из коллекции Гурлита. Почему целиком? Ни в коем случае здесь нельзя искать мотив сенсации. Никакой сенсации нет. Тем более, что все прекрасно понимаем, что прошло несколько лет. И уже как бы вот этот весь медиа всплеск немножко угас. Здесь нет мотива сенсации. И вот здесь мы приходим к тому, что с точки зрения Шимчика коллекция Гурлита представляет из себя один монолитный объект. И выставить нужно ее именно целиком. В очень нейтральном абсолютно контексте, возможно, расположив произведения по хронологии. Но не деля их на, скажем, белые, серые, провинанс которых известен, неизвестен. Он хотел выставить это как единый монолит для того, чтобы придать этой выставке некий политический контекст. То есть выставочная стратегия у Шимчика была политизирована. Ему пришлось потратить более два года на переговоры с этой институцией. То есть до 2014 года, до конца 2014 года или даже до 2015 года. И, к сожалению, его ожидал отказ, потому что институция предлагала ему показать коллекцию Гурлита в таком ознакомительном контексте. Кунстмузеум хотел, чтобы Шимчик вот в явном виде прописал это везде, что эта выставка, она ознакомительная. Чтобы люди пришли и, возможно, пережили момент, ага, эта картина висела у моего дедушки. Чтобы люди пришли и, возможно, потом подали какие-то заявки о том, что эта картина или та картина моя или моей семьи. Шимчика не устроил такой расклад дел. Он хотел, чтобы эта выставка была политизированной. Почему, мы поймем немножко потом, уже в процессе этой лекции. И вот его мысль была в том, что произведение искусства является свидетелем. Он хотел начать некую дискуссию в обществе, отталкиваясь от этой выставки. И эта выставка служила бы как такой платформой для начала этой дискуссии как о проблемах истории европейской, так и о современных каких-то контекстах. Да, политический аспект для Шимчика был принципиально важен. И он не мог отказаться, и он не мог эту коллекцию выставить как информационно-ознакомительную. Вы можете сказать, что это такое отношение немножко идеалистическое, и получить отказ на это было довольно логично, и что в принципе и произошло. Переговорный процесс тянулся два года, но не привел ни к чему. То есть в результате он получил отказ. И сейчас мы с вами поговорим о том, что же находится внутри новой галереи, чем Шимчик заменил коллекцию Горлета, и почему он это сделал именно в такой форме. И пройдя вот эту маленькую виртуальную экскурсию, мы поймем изначально, как должна была позиционироваться эта коллекция в новой галерее. Как я уже сказал в начале, мы сейчас будем посещать такой виртуальный этнографический музей, в котором... Вот это, кстати, здание новой галереи в Касселе, где экспонатами являются некие артефакты европейской цивилизации. И не только европейской цивилизации, но они говорят нам о европейской истории, о истории белой Европы. Первая такая силовая линия, потому что их очень много, и я выделил как минимум, по-моему, пять таких силовых линий, это силовая линия колониализма. Ведь история Европы, это история в том числе и колонии Европы. И в новой галерее зритель сталкивается с массированной такой атакой исторических изображений и исторических артефактов. Ощущение, что ты приходишь в музей традиционный, где, скажем, Лувр или Метрополитен музей, или Райхс музей, тебя атакует массированная такая концентрированная доза исторической живописи, исторической скульптуры, начиная от самых древних времен и заканчивая, скажем, XX веком. И ничего из этого происходящего не имеет ни малейшего смысла, если рассматривать это исключительно как произведение искусства. Это бенинская бронза. И с этой бронзой связана очень интересная история. Вообще, давайте я вам сначала, наверное, покажу, как это экспонировалось. Я вот сейчас на два слайда вперед перемотаю. Это бронза. Эти бронзовые артефакты экспонируются в начале коридора, где мы видим вот эти скульптуры. Автор этих скульптур Карл Фридрих Эхтермайер. И они называются London Figuren или Нация искусств. Обратите внимание на этот жест выставочный. То есть мы экспонируем бенинскую бронзу в зале, где находятся вот эти London скульптуры. И интереснейший момент состоит в том, какие именно государства представлены вот этими статуями, вот этими скульптурами. Древняя Греция, Древний Рим, Италия, Франция, Германия, Испания, Нидерланды и Англия. Вот что такое в понимании Карла Фридриха Эхтермайера Нация искусств. Естественно, из этого списка выпадает вся Восточная Европа, выпадает Азия, Африка, обе Америки. Только в Европе и только вот это белое каноническое присутствует как идеология этих скульптур. И в этом же зале, скромно в уголке, находятся буквально несколько объектов из огромного количества. Вот эта фотография, она не из документа, она из, по-моему, музея Тейт. Эти артефакты были собраны в результате карательной экспедиции, которую Британия отправила в Нигерию в 1897 году. Почему карательная? Потому что в данном городе были убиты несколько английских военнослужащих, британских военнослужащих. Так вот, эта карательная экспедиция собрала около 5000 артефактов 14-13 века, вот таких вот бронзовых. И, естественно, все были вывезены в Европу и распроданы по разным европейским музеям. Вот вам такой пример. И понятно, что здесь проблематизируется. Во-первых, здесь проблематизируется колониальная политика Европы. Во-вторых, здесь проблематизируется канон европейский. Потому что эти объекты выставлены рядом со скульптурами London Figuren. И как бы вот это сопоставление, оно заряжает эту экспозицию мощным таким критическим высказыванием, где критикуются белый европейский канон как единственно правильный и темное колониальное прошлое европейцев в Африке. Вот небезызвестная берлинская конференция, Конго Конференс 1884 года, где была Африка разделена как свадебный торт между сильными европейскими государствами. Опять-таки, тема неудобная для зрителя европейца. Крайне неудобная. Потому что зритель европейц чувствует себя неловко в этом контексте. Потому что обсуждаются не очень приятные моменты из истории белой европейской цивилизации. Это картина Луи Коллица. И она изображает фронтон здания, которое сейчас уже не существует. Это здание находилось в Берлине. И называется оно Берлинарштадтшлосс. Это резиденция прусских королей и германских императоров. Это здание, которое олицетворяло собой дух имперской Германии. Почему это здание не существует? Оно пострадало от бомбежек во время Второй мировой войны. И его остатки были уничтожены сознательно в 1950 году. Потому что, опять-таки, почему не стали отстраивать тогда? Потому что с этим зданием были связаны определенные коллективные сознания. Что это здание – это памятник империалистической Германии. Имперской Германии. Но сейчас идут работы по восстановлению этого памятника архитектуры. И вот рендер, как это будет выглядеть через несколько лет. Опять-таки, в Германии массированное обсуждение этого вопроса идет. Есть много и за, и против. Опять-таки, против. Почему? Потому что коллективное сознание. Так. Вот интереснейший объект – это черный кодекс. Или код нуар. Это документ, который называется «Самый чудовищный юридический документ всех времен и народов». Принят был в 1685 году при Людовике XIV и предписывал, как обращаться с рабами в французских колониях. Но, по сути, этот документ, этот кодекс, он вдохновил очень много других подобных, скажем, юридических документов. В том числе, в таких местах, как Юг Северной Америки, который был рабовладельческим, в Луизиане. Они просто взяли и практически как по шаблону переписали просто на английский язык. По сути, оставив все, как есть в этом документе. Я позволю себе буквально несколько цитат продиктовать, ну, прочитать вам из этого документа. «Равным образом запрещается рабам, принадлежащим разным хозяевам, скапливаться днем или ночью под предлогом свадьбы или другим предлогом, будь то у одного из их хозяев или в другом месте, а тем более на больших дорогах или в удаленных местах под страхом телесного наказания, которое не может быть менее кнута или клеймения, а в случае повторения или при других отягчающих обстоятельствах виновные могут быть подбергнуты смертной казни». Вторая цитата. «Объявляем, что рабы не могут обладать чем бы то ни было, что не принадлежало бы их хозяевам. И все, что они получают от своей работы или в качестве дара от других лиц или по каким-либо другим способам, переходит в полную собственность хозяев. Ни дети рабов, ни их отцы и матери или все прочие родственники не могут ни на что претендовать по наследству или по распоряжению между живыми или на случай смерти. Каковы распоряжения мы объявляем недействительными? Равно, как и все обещания или обязательства рабов, как совершенные людьми, не способными распоряжаться и заключать договоры от своего имени». Так, я сейчас... Так, 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 так... Да, и фактически вы понимаете, что происходит, да? Эти люди элиминируются из общества вот тотально, полностью. Они обрекаются на юридическое, экономическое, социальное небытие. Именно поэтому, вот в этом ужас этого черного кодекса. Ну, наверное, все-таки прочту последнюю цитату. «Рабы не могут назначаться на службу. Им не могут даваться поручения, связанные с какими-либо общественными обязанностями. Они не могут не являться уполномоченными кого-либо, кроме их хозяев для управления и руководства, не выступать посредниками, экспертами и свидетелями, как по делам гражданским, так и уголовным. А в случае, если они будут выслушаны в качестве свидетелей, их показания могут рассматриваться только как данные, могущие помочь разобраться в деле, без того, чтобы из них можно было вывести презумпции». То есть, мнение этих людей не имеет никакого юридического веса, они не могут ничем заниматься и так далее. И, по сути, вот, опять-таки, очень интересный выставочный ход. «Код Нуар» экспонируется в зале, где висит вот эта картина. Это картина младшего брата, третьего брата Гримм, которого по ошибке я в прошлой лекции назвал Луин, но на самом деле его зовут Людвиг Эмиль. Это третий брат Гримм. И эта картина называется «Крещение Мора». Что вам кажется странным в этой картине? Обратите внимание на то, что вся группа людей – это белые люди. И только вот этот человек, он такой, он другой. Он контрастирует своей черной кожей с этой группой. И вот, по сути, если мы соединим идеи, вложенные Гриммом в эту картину, с тезисами «Код Нуар», получится то, что, по сути, христианство, когда говорю христианство, я имею в виду католицизм и протестантизм, потому что с православием чуток другая история, христианство играло в колониальной европейской истории ключевую роль. Миссионеры, которые ехали в колонии, они как бы несли идеи спасения, просвещения, но по факту их деятельность, она легитимизировала колониальный проект на местах. Потому что, я вам не читал из «Код Нуар», но там была статья о том, что все рабы обязаны были принять крещение. По-другому просто нельзя было. И вот здесь мы видим этот акт крещения, этот обряд крещения. Вторая силовая линия выставки в Новой галерее называется «Неоклассика». Ну, я назвал ее как «Неоклассика». Крайне сложная тема и здесь некие неочевидности, возможно, для вас будут. И тем не менее, попробуем здесь разобраться так же. В этой силовой линии я бы хотел обратить ваше внимание на западный неоклассический язык. Как в архитектуре, так и в живописи. Мы посмотрим, когда он появился и как он связан с античностью. И как он связан не просто с античностью, а с попыткой ее апроприировать или украсть, присвоить себе. Опять-таки, понятие апроприации очень смысловое в данном контексте. Потому что, помните, мы говорим о призраках Гурлета. То есть, о призраках того, что было совершено предками Гурлета, скажем, его отцом, когда он отбирал и присваивал себе произведение искусства. И здесь мы говорим о присвоении цивилизации себе какой-то иконографии, принадлежащей другому времени и фактически другому народу, а именно греческой античности. А также мы попытаемся, опять-таки, это в режиме гипотезы, провести линию между неоклассикой, патриотизмом или национальным духом и нацизмом, как высшей извращенной формой этого патриотизма. Вот такая скромная книжечка. На документе масса таких витрин, где экспонируются текстовые объекты. Это книга Иоганна Винкельмана. Это был историк 18 века. Одним из фактов его биографии является то, что он был открытым гомосексуалистом. И этот человек написал книгу «История древнего искусства». И эта книга, как и «Код Нуар», она явилась в высшей степени исторически важной, потому что именно эта книга заложила в Европе основы для неоклассического, для моды на неоклассическую. Ну, вначале это была мода на греческую античность, а потом это стало уже как официальным стилем в Европе. На два столетия, скажем так, минимум. А началось все вот с этой книги «История древнего искусства». Некий художник, которого зовут Александр Калдерыч, о нем мало что известно, но известно то, что эту конкретную картину видел и отзывался о ней очень хорошо сам Адольф Гитлер. И вот опять-таки здесь интересный вопрос возникает. Да, мы знаем, что нацисты поделили искусство на как бы правильное и дегенеративное. И в отличие от дегенеративного, авангардного искусства, вот такая вот китчевая неоклассика очень высоко котировалась в высоких чинах Третьего Рейха. Я не могу назвать этого художника любимым художником Гитлера. Это не так. У него было много других живописцев, которых он ценил. Однако, мы видим, что здесь изображено. Здесь изображен руин, по сути, Парфенон, холм Акрополя. Это неоклассика в чистом виде. И вот тут возникает много вопросов по поводу связей между пристрастиями эстетическими в Третьем Рейхе и патриотизмом и неоклассическим языком. Вот еще один призрак Корнелиуса Гурлета, а именно его прапрадедушка. Этого человека зовут Луи Гурлет. И он в XIX веке тоже часто наезжал в Афины и писал пейзажи с изображением античных руин. Он был дедушкой Хильдебранда Гурлета, ну и, соответственно, прадедушкой самого Корнелиуса. А вот архитектор Лео фон Кленце. И вот этот монстроидальный архитектурный объект представляет из себя очень похожий архитектурный ансамбль на непосредственно греческий Парфенон. И вы удивитесь, но этот комплекс позиционируется как храм немецкости. Посмотрите, что находится там внутри. Там размещены бюсты выдающихся немцев. Начиная там от самых древних и заканчивая современными для Лео фон Кленца. И сейчас эта коллекция бюстов, она пополняется новыми артефактами. Мы видим, как перебрасывается мостик из неоклассики в немецкость. То есть в немецкий патриотизм, немецкий национализм, откуда очень недалеко до нацизма. Это здание называется Валхало. Я бы не хотел постоянно использовать примеры, которые являются негативными в каком-то смысле. Вот художник-архитектор Димитрис Пикионис, это грек, который представляет из себя, на мой взгляд, пример автора, который работает, опять-таки, с классическим материалом, но работает с ним бережно. Одним из его главных достижений является проект ландшафтного дизайна холма Акрополя и холма Филопапос. Этот проект он производил в 1954-1958 годах. И фактически это является сайт-специфик урбанистика. То есть это проект, когда не насилуется этот язык древний, а с ним налаживается диалог и контакт. И в этом раскрывается древность и современность с другой стороны. Очень вкратце упомяну то, что этот человек, он критиковал огромная тема, сейчас буквально вскользь о ней, вот вторая часть его работы. Был такой архитектурный урбанистический конгресс до войны, Сиам-4, может быть кто-то слышал. На нем присутствовал Ле Курбузье и много других китов, столпов тогдашней урбанистики. И вот по сути они выпустили книгу по результатам этого конгресса, где по сути та Европа, в которой мы сейчас живем, те города, они спроектированы под огромным влиянием этого конгресса. То есть вот это я вам говорю со всей ответственностью. И Дмитрий Спекионис, он критиковал тезисы этого конгресса как неприемлемые, слишком универсальные. Нельзя строить в Афинах то же самое, что в Париже, и нельзя строить в Париже то же самое, что в Копенгагене и, соответственно, в Киеве. Вот этот тотальный серый бетон, это все идет от Сиам-4, и Дмитрий Спекионис выступал против этого очень сильно. Экзотика. Все мы прекрасно помним, насколько силен был интерес к примитиву, к архаике, к экзотике у авангардистов начала 20 века. Начиная от Пикассо, Гоген и много других примеров. Так вот, давайте все-таки вскроем этот экзотический дискурс и посмотрим, что его вскрывать. Его уже давно вскрыли критики и показали, что интерес к примитиву был не структурным, не глубоким, а таким больше формальным. То есть, ухватить какую-то пластику, форму, очень часто интерес к этим цивилизациям экзотическим был продиктован какими-то глупыми совершенно стереотипами, как в случае с Гогеном, который приехал на Таити в ковбойской шляпе, думал, что там какие-то индейцы, вестерн и так далее. Так вот, на документе мы видим совершенно другую экзотику, которая раскрывает другой способ или другой язык репрезентации цивилизации, скажем, которые не европейские. Художница Амрита Шергилл и ее картина, которая называется «Автопортрет в образе таитянки». Здесь художница сама по себе, она смешанного индийско-венгерского происхождения. Почему автопортрет в образе таитянки? Несомненно, отсылки к Гогену идут, потому что Гоген огромное количество времени провел на Таити. И она себя как бы позиционирует в образе другой культуры, представителя другой культуры и как бы полемизирует немножко с Гогеном по поводу его способа репрезентации туземцев с островов. Вторая художница, очень интересная в контексте экзотики, это Майя Дерен. Майя Дерен, она родилась в 1917 году в Киеве, рано уехала в Соединенные Штаты Америки. И известна на весь мир как одна из главных, наверное, авангардных американских кинорежиссеров. Известен ее фильм «Полуденные сети», который считается женской версией андалузского пса. Но мало известно то, что она являлась еще и талантливым хореографом и этнографом. И она много времени провела на Гаити, снимая на кинопленку их жизнь и их ритуалы. И эти фильмы, этот фильм называется «Дивайн Хорсмен», как бы «Святые всадники». По мотивам своих путешествий она опубликовала дневники, вот тоже называется «Дивайн Хорсмен». И фильм есть, где показаны, по сути, ей дали очень большой доступ местные жители, сейчас объясню почему, к своим вот этим, ну, как бы обрядам и ритуалам. Вообще, белому человеку сложно было получить этот уровень, как бы, доступа. И вот почему? Вот такой был человек, который знал Майю Дерен и общался с ней. Его зовут Андре Пьер. И этот человек является практикующим колдуном вуду. Но он не просто вуду-шаман, он еще и художник. И вот его две картины. В таком, как бы, примитивистском ключе, но тем не менее, весьма красочные и такие визуально привлекательные. Так вот, именно этот человек позволил в свое время Майя Дерен снимать обряды вудуистки в своем храме. Прежде чем мы перейдем к следующей силовой линии и опять будем говорить о Гурлите, я бы хотел, наверное, высказать мысль, которая достаточно сложна будет для понимания. Однако, вот документа, она пытается найти путь к мирному и к бесконфликтному сосуществованию разных идентичностей. И парадокс для меня пока что не очень разрешенный состоит в том, что путь к этому мирному сосуществованию людей друг с другом лежит через манифестацию различий между этими людьми. Различий визуальных, культурных, расовых и так далее. И, по сути, второе противоречие или второй парадокс состоит в том, что если мы попытаемся найти общий знаменатель, что-то общее, что есть у всех людей, у всех цивилизаций, этим общим знаменателем будет не что-то возвышенное и доброе, а как раз-таки насилие. И вот документа как раз в ее попытке найти универсальное общество, общество, в котором будут разные этнические, социальные, религиозные группы представлены как бы в мирной такой коллаборации, документа проходит через этот поиск, через декларацию различий. Вот этот момент является таким сложным для понимания и в высшей степени конфликтным, на мой взгляд. Возвращаемся к семейной саге Гурлетов. И это фотография Гильдебранта Гурлета, которого репортеры назвали арт-дилером Гитлером. Вот картина художника Макса Либермана, которая называется «Всадник на пляже». И это одна из немногих картин коллекции Гурлета, чей факт незаконного приобретения арт-дилером Гильдебрантом Гурлетом был неоспоримо доказан. И эта картина уже возвращена наследникам владельца. Да, это факт, но, к сожалению, подобного нельзя сказать о других частях коллекции. Именно поэтому они сейчас находятся в таком юридическом лимбе, в юридическом чистилище. Это сестра Гильдебранта Гурлета, которую зовут Корнелия. Она работала медсестрой во время Первой мировой войны, и ее судьба оборвалась трагически в 19-м году, когда она в возрасте 29 лет покончила с собой. Она, как вы видите, была талантливым графиком, и ее манеру графическую можно отнести, в принципе, стилевым образом к экспрессионизму, либо к неоэкспрессионизму. То есть, фактически к тому искусству, которое Третьим Рейхом было заклимлено как дегенеративное. Тоже вот такие парадоксы и вот эти переплетения судьб и талантов в этой семье просто, что называется, срывают крышу. Насколько разные люди были в этой семье. И вот, опять-таки, еще один великий человек, Сэмюэл Беккетт, писатель, который никаким образом, казалось бы, не связан ни с нацизмом, ни с искусством, которое было объявлено дегенеративным. Но вот в этом дневнике идет речь о том, что он приезжал в Германию в 1936 году специально за тем, чтобы собирать дегенеративное искусство на черном рынке. Потому что, объявив определенные работы дегенеративными, нацисты фактически не инициировали, а сам собой образовался черный рынок. Это подпольные галереи, где это искусство можно было купить и продать. И на этом рынке активно действовал Хильдебранд Гурлетт, и там он собирал свою коллекцию. То есть, вполне возможно, хотя в дневнике об этом не идет речи, что Беккетт, Сэмюэл Беккетт, был клиентом Хильдебранда Гурлета. То есть, есть такая вероятность. Вот эти две странные прямоугольные картины, которые, естественно, абстрактны и ничего не понятно, что там изображено, я привел только потому, что автор их, Дэвид Шутер, это настолько фанатик. Он известен тем, что это художник художников. Он идет в музей и может часами или месяцами рассматривать одну картину. И потом он эту картину в деталях воспроизводит, но вот... То есть, он говорит, что он воспроизводит, допустим, картину «Возвращение блудного сына», но вот так. И узнав о коллекции Гурлета, он каким-то образом смог получить доступ к рисункам Макса Либермана. И он потратил месяцы работы на то, чтобы воспроизвести в деталях бумагу по рецептам 19 века, найти нужные карандаши и воспроизвести эти рисунки, но в своей абстрактной манере. Вот и такое есть отношение, граничащее, если позволите, такое слово с фанатизмом. И важнейшая тема, о которой нельзя не сказать, и важнейший автор для Документа 14, это Мария Эйхорн. Чем известна эта дама? Прежде всего, своими прошлыми проектами. Ее интересовало то невидимое, что есть в искусстве. Однажды она устроила следующее. Во время ее выставки галерея не работала. То есть вот ей дали месяц какой-то на выставку, она закрыла галерею, сказала и повесила об этом табличку на дверях, что галерея не работает во время выставки. То есть таким образом она позволила сотрудникам галереи уйти в оплачиваемый отпуск. По факту. Второй ее такой интересный ход был связан с тем, что ей дали деньги, комиссионные деньги на какой-то выставочный проект, а она эти деньги потратила на ремонт в галереи, на ее реновацию. И вот для документа 14 она сделала несколько очень интересных проектов. Один из которых вот этот. Это библиотека книг, которые были конфискованы нацистами тоже у евреев во время военных лет и довоенных также. Она провела исследование под брендом или под маской, скорее под брендом, организации, которую она назвала Институт Розы Фаланд. У этой организации есть веб-сайт, вы можете на него зайти и ознакомиться с этими материалами. Это юридическое лицо, которое было оформлено от имени этой художницы. И название, сама фамилия Роза Фаланд – это историческая личность, это француженка, которая во время войны тайно вела учет всех произведений искусства, которые были изъяты у евреев и торговались на таких полулегальных аукционах. И этот институт занимается сбором информации о проблемной собственности, которая сейчас находится в Германии. То есть они объявляли open call на своем сайте о том, чтобы люди в Германии посмотрели, что у них находится дома, что у них висит на стенах. И если происхождение этого объекта непонятно, сообщить Институту Розы Фаланд. В Афинах эта женщина потратила определенную сумму денег на приобретение дома, целого здания. И она провела массу юридических процедур, чтобы это здание в результате оказалось принадлежащим как бы никому, но в то же время, чтобы никто не имел права туда зайти, поселиться, открыть магазин или жить. То есть она поменяла юридический статус здания со своего на как бы ничей. Крайне интересный жест, как по мне, и он в полной мере характеризует ее вот эту работу с понятием собственности, честно-нечестно приобретенной. Голод или голодомор. Мы не будем много говорить об этом. В 80-х годах появились первые научные работы о голоде в Бенгалии в 1943 году. По разным данным погибло от двух до трех миллионов человек. И документа спрашивает, каким образом художник может подойти к репрезентации таких страшных событий. Для того, чтобы хотя бы попытаться это сделать, документа привлекло несколько художников, которые родом вот из тех как бы краев. Художник по имени Чита Прасад. Про него известно, что он был радикально левых убеждений, и у него было брахманское происхождение, от которого он сознательно отказался. Что это означает для Индии, вы наверное представляете себе. Брахманы это топ, это как бы элита. Он отказался от своего происхождения, и соответственно он отказался от своего второго имени. Там у брахманов есть второе имя. У него репрезентация была вот такого графического характера. Второй художник, которого зовут Зейнул Абедин, работал тоже в таком, в технике рисунков тушью. И вот эти фотографии, которые на заднем плане, это фотограф, которого зовут Сунил Джана, занимался документацией фотографической. Что меня интересовало больше всего, вот на выставке, посвященной Голодомору в Бенгалии. Вот этот объект. Казалось бы, ну при чем здесь постящийся Будда? Это вот эти бюстики, они как бы стояли справа и слева, и ты в любом случае проходил через них, когда заходил в зал, где была выставка индийских художников, посвященных Голоду. Я долго думал об этом, и в конце концов я нашел частичный ответ на этот вопрос. Ответ заключается в фильме индийского режиссера Мринала Сена «Анатомия голода», где в процессе съемок, этот полудокументальный, полухудожественный фильм, где какой-то человек показывает группе людей фотографии и просит их угадать фотографии с изображением голодающих людей, и просит их угадать год и место, потому что во многих местах и на протяжении нескольких лет этот ужас происходил. И потом в конце он показывает фотографию, где изображена именно голова постящегося Будды, что как бы в данном случае имеется в виду, что мы стираем, у этого ужаса нету конкретного года, скажем так, мы как бы попытались стереть эту конкретику дат, мест, и мы как бы попытались проблематизировать в принципе, что голод или голодомор является бедствием, которое не природа сделала, а сделал человек. И в данном случае бенгальский конкретный голод был спровоцирован или инициирован действиями британского правительства. И это в принципе уже исторически обоснованный, доказанный факт. Да, Британия находилась в состоянии войны, там наступала Япония, они взрывали землю, делали тактику выжженной земли, люди оставались просто без средств к существованию и гибли сотнями тысяч. Но какая проблема с голодом? Проблема такая, что голод сопротивляется любому нарративу о себе. Голод не вставишь в рамочку. И любые попытки говорить о голоде заканчиваются неуспехом. И фильм, о котором я упомянул, Мринала Сена, как раз таки об этом и говорит, что люди приезжают снимать фильм документальный о голоде в деревню, которая голодала во времена этого страшного голодомора, и люди начинают отвергать эту съемочную группу. Не надо делать этого, пожалуйста. Я бы не хотел оканчивать лекцию на вот такой ноте негативной, и я приготовил вам буквально две истории напоследок. Истории о... Ну, одна смешная, а вторая не очень. Хотя можно посмеяться и с собой. Польский художник Петр Укланский и его работа, которая называется «Настоящие нацисты». Дело в том, что у куратора Шимчика с этой работой, точнее, не с этой работой, а с этим художником, связана интересная история. Два года назад в Польше Шимчик делал выставку, где Укланский продемонстрировал работу, на которой изображены примерно в такой же композиции американские голливудские актеры, которые играли в разное время в разных фильмах фашистов. И эта работа называлась «Нацисты». Вот. И к Шимчику в галерею пришел актер, которого зовут Даниэль Альбричский, и он просто пытался порубить мечом этих американских актеров. И в данном случае Укланский продемонстрировал настоящих, ну, настоящих фашистов, поэтому работа так и называется, настоящие нацисты вот в таком вот, как бы, коллаже или панно. Почему протестовал Даниэль Альбричский против работы Укландского? Он считал, что Укландский гламуризирует и выставляет идею нацизма в каком-то, как бы, позитивном контексте. Хотя, в первую очередь, этот камень можно бросить в огород Голливуда, скорее, потому что, ну, посмотрите на этих красавцев. И вот буквально рядом, буквально рядом с этими работами Укландского находится комната, в которую зайти было нельзя. В этой комнате находилась вот эта работа Бойса, Йозефа Бойса, которая называется «Стая». Эта работа не относится к документе, она находится на постоянной коллекции в новой галерее Касселя. И я спрашивал себя, почему закрыли вход в эту комнату, и, естественно, в случае документа у тебя начинают возникать попытки анализа вот этой невозможности, да? Ты пытаешься придумать какую-то концепцию или хитрый план какой-то найти в этом. И уже в Киеве я понял, что никакого плана не было, а один из посетителей выставки просто на лобовое стекло этого автобусика, микроавтобуса повесил стикер. И эту комнату закрыли полностью для зрителей с целью не мешать реставраторам восстанавливать этот объект. И я обещал вам рассказать, каково будущее коллекции Гурлета. Как и предполагал Адам Шимчик, коллекция Гурлета перестает существовать. Как понятие, как знак, к которому можно было обратиться 5 лет назад, но сейчас уже нельзя. Коллекция Гурлета не существует. Что это означает? Это означает, что, по сути, коллекция будет расчленена на несколько групп по разным принципам. И впервые эта коллекция будет показана через месяц, 2 ноября, в двух городах. Вот опять-таки, в двух городах. В Кунстмузеум Берн и в Бундескунстхале Бонн. Эта выставка будет называться Досье Гурлета. Выставка в Берне будет называться Дегенеративное искусство конфисковано и продано. Выставка в Бундескунстхале будет называться Кража произведений искусства нацистами и ее последствия. То есть, произведения коллекции Гурлета в данном случае поделены на 2 группы. Одна выставляется как типа дегенеративное искусство, хотя на самом деле это экспрессионизм, импрессионизм, кубизм и так далее. А вторая выставляется как как набор картин, чей провинанс непонятен и люди могут прийти и пережить момент «Ага, это же висело у моего дедушки». Вот, то есть, случилось то, что в принципе должно было случиться. Немецкие власти, они против того, чтобы существовало некое целое, к которому можно будет обращаться в попытке использовать это целое, какой-то критический инструмент. И поэтому единственная правильная тактика в данном случае это тактика уничтожения через расчленение по разным каким-то критериям. По критерии чистого провинанса и серого провинанса, по критериям, скажем, классического и неоклассического искусства и авангардного искусства, и по массе других каких-то вариаций. То есть, коллекция Гурлета, она перестала существовать. Ну, в принципе, какие выводы можно сделать из моего доклада? Выставку в новой галерее можно сравнить, вот если вы играете в шахматы, с тихими ходами. Это ходы, которые не несут видимой угрозы, которые не объявляют, допустим, шах неприятельскому королю. Но благодаря этим ходам можно получить реальное преимущество в игре. Вот выставка напомнила мне как раз метафорически тихие ходы в шахматах. Потому что мы не видим указывающего пальца, мы не видим критики вот такой, которая говорит тебе, вот ты не прав конкретно. Но думающий зритель чувствует себя в новой галерее, белый европеец я имею в виду, конечно, чувствует себя крайне неловко. Критики писали, что документа создала в новой галерее мощную структуру вины. Вины, которую непонятно даже как искупить, как выплатить этот долг. То есть документа просто поставила нас перед фактами истории цивилизации и заставила задуматься о том, что же такое современная Европа. Причем сделала это в крайне, другого слова нет, тихой манере. Не кричащей, не эпатажной, не трансгрессивной, а демонстрации очень спокойных произведений исторических. Я считаю это большим достижением кураторской команды документы, потому что на моей памяти настолько сильного эффекта от исторической живописи я лично не испытывал в своей жизни. И, наверное, это единственный такой прецедент, когда ты заходишь в галерею, видишь там историческое искусство, но понимаешь, что здесь важно не само искусство как искусство, а более широкий контекст. Да, у меня все. Спасибо вам за внимание. Спасибо.